Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери. Отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще одна большая детская площадка, установленная по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, появится в Серпухове. В парке «Питомник» завершаются работы по монтажу нового игрового комплекса. Здесь уже есть удобные горки, лабиринты, веревочные дорожки. В ближайшее время установят качели, специальное покрытие и элементы уличного благоустройства, лавочки, урны и дополнительное освещение. Эта площадка выполнена в лесной тематике и гармонично вписывается в природный ландшафт. Объект откроется в ближайшее время. Все работы ведутся под контролем главы муниципалитета Дмитрия Жарикова. Проверить свои силы и знания. Сегодня в Серпухове учителя сдавали экзамен по русскому языку, истории и экономике. Правильно называется это так – исследование компетенций педагогов. Насколько волнительно данное мероприятие для преподавателей, мы понаблюдали. За партами самые смелые учителя из Серпухова и Чехова. Пока их чуть больше 20 человек. И у них 200 минут на выполнение заданий. Тестирование, приближенное по своей форме к ЕГЭ. Эти специальные задания разработаны на федеральном уровне Рособорнадзором. Нельзя пользоваться дополнительной литературой и телефоном. Все очень строго, потому волнительно, отмечает Анна Александрова. Учитель русского и литературы одной из чеховских школ. Она в профессии 23 года уверена, что уровень компетенции преподавателя все же нужно оценивать непосредственно на его уроке. Если бы ЕГЭ, мы бы написали бы «в лед». А тут мы не знаем, что. Мы же не видели, что это будет. Поэтому у нас даже не было возможности заглянуть в демо-версию. Мы узнали вот прямо накануне. Я не знаю, может быть, это специально будет так сделать. Вот. Ну, посмотрим. Если учитель знает терминологию и умеет ее применять, это ничего не значит. Поэтому, мне кажется, это довольно спорная проверка. Такую проверку знаний учителей, которые готовят 9-11 классников к экзаменам, решила провести Министерство образования Московской области. Пока в экспериментальном формате. Плохую оценку никому ставить не будут и на пересдачу не отправят. Санкции, так скажем, применяемых к учителям их пока не существует. Но максимум, что можно порекомендовать руководителям общеобразительных организаций, это, например, помочь учителям направить их на курс по общению квалификации по предмету, который они преподают. Это совершенно новое мероприятие для нас и для любого учителя. Оно не может не быть интересно. То есть, то, чего мы не знаем, всегда привлекательно или почти всегда привлекательно. И, конечно, хочется увидеть бланки заданий, посмотреть, чего от нас ждут и узнать, способны ли мы оправдать ожидания. После 30 с лишним лет стажа, наверное, уже привыкли ко многим экспериментам, уже многое что прошли. Ну, есть, конечно, как знаете, у учителя всегда есть синдром отличника, не хочется же показаться хуже учеников. Поэтому, наверное, есть какое-то такое небольшое волнение в плане того, что увидишь работу, тогда уже поймешь, что от тебя требуется. В исследовании принимают участие педагоги по шести дисциплинам. История, общество знаний, экономика, право, русский язык и литература, математика, информатика. Всего в Подмосковье его пройдут 316 учителей и 40 муниципалитетов. Результаты будут использованы для формирования сведений о системе образования в Российской Федерации и разработки новых методик. Вернуться в прошлое с помощью современного искусства. На трех подстанциях в новом сквере на Первой Московской появятся новые граффити с изображением Серпухова начала 20 века. Художники сегодня приступили к работе. Что получится в итоге, выяснял наш корреспондент. Эти художники уже украсили своими рисунками стены типографии Дворца культуры России, дома на Советской Ворошилово. Сейчас они работают над новым проектом. До начала заморозков должны успеть расписать трансформаторные подстанции в новом сквере на Первой Московской. Изображение будет напоминать цену и площадь в стиле Сепия и старинная архитектура со старинными людьми. Грубо говоря, начало 20 века, конец 19 века. Так, чтобы просто сквер приукрасить именно в старину. Старинные улочки, старинные люди, карета, может еще что-нибудь. Где-то что-то привязываемся к фотографиям, где-то что-то просто уже из головы. Общая площадь, которую предстоит расписать художникам, составляет около 300 квадратных метров. Для этого потребуется почти 150 баллончиков краски. Мастера стараются работать быстро. Осенний день короток, и его нужно использовать на максимум. Приходится учитывать и климатический фактор. В дождь работать нельзя, а успеть нужно до первых серьезных заморозков. При минус пяти краска начинает замерзать. Художники говорят, что для Серпухова стараются вовсю. Я очень люблю сюда приезжать. Здесь какая-то такая необычная, теплая, приятная атмосфера. Судя по другим городам, вы входите в топ в первых моих. Куда я еду с удовольствием всегда. Не важно, на работу или просто. Ребята признаются, хотят сделать этот рисунок еще лучше, чем на Сенной площади. Несмотря на то, что здесь задача сложнее. Нужно обыграть углы зданий и учитывать, с какой точки чаще всего на них будут смотреть отдыхающие в сквере. Пока погода благоволит творчеству. И если ничего не изменится, то работа завершится через неделю. Дождались перемен. В квартирах тепло, в подъездах исчез дапах канализационных стоков. А во дворах радуют глаз новые детские площадки. В этом году в поселке Оболенск проведен комплекс работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству прилегающих территорий. Коммунальщики заверяют, что количество жалоб в населенном пункте сведут к минимуму. Продолжит тему Маргарита Кирикович. Вот поменяли у нас еще лифты, потому что с лифтами была катастрофа. Вот окна заменяли. Так что в текущий был ремонт. В этом году сделали 3-4-5-й. И на следующий год у нас все остальные подъезды запланированы в этом году делать. Но мы надеемся, что этим летом что-то сдвинулось. Жители Оболенска в последнее время нередко встречают в своих подъездах и дворах сотрудников муниципального коммунального предприятия. На этот раз вместе с главным инженером готовность жилого фонда к земле инспектировал и начальник управления по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и ЖКХ администрации муниципалитета Андрей Самсонов. По поручению главы Сепуховского района Игоря Ермакова чудомники осмотрели самые проблемные многоэтажки. Седьмой дом на проспекте биологов в их числе. В подъезды дома еще весной этого года входить без противогаза было нельзя. Коммуникации требовали срочного ремонта. Под свой контроль решение проблемы взял Игорь Ермаков. Коммунальщики к отопительному сезону пятиэтажку подготовили. Старые трубы поменяли. Очень проблемный дом был в плане водоотведения, канализации. Была старая чугунная труба, которая пришла, просто развалилась. При каком-то работе с ней, при прочистке канализации, она просто развалилась. То есть она жила уже свой срок, неоднократно можно сказать. В этом году мы полностью заменили ее на пластик ПВХ. Труба повышенного качества, рыжая. Проблемы сразу снялись. Были очень большие запахи. Удушающие запахи в подъездах седьмого дома исчезли. В планах районных коммунальщиков на будущий год – косметический ремонт многоэтажки. Подъезды будут выглядеть не хуже, чем в соседнем доме номер один, где этим летом привели в порядок три подъезда. В рамках губернаторской программы три подъезда сделали. Было заменено 128 окон на пластиковые окна. Сейчас люди довольны и жалобы прекратились по поводу теплового контура, закрытия. В эти подъезда теперь приятно зайти. Цвет для покраски стен выбирали сами жители. Мы здесь 16 лет. И ни разу не было ремонта. Мы делали за свой счет. Собирались в подъезде, по квартирам, и делали. Мы на своем этаже идти, на своем остальном. И так. Но сейчас наконец-то пришел праздник. А самое главное, что в доме поменяли полностью и коммуникации. По желаниям жителей коммунальщики теперь прислушиваются. По многочисленным просьбам в одном из самых больших дворов поселка появился настоящий детский городок. Благоустройство меня, например, удовлетворяет. Вот детские площадки построили, и качественное покрытие. Вот там здесь слой поменьше резиновый. А там вот новый, там мягкий слой. Отлично все. Детям есть куда. То есть внук в радость вашему. Да, и внучка старшая тоже 4 года тоже не выходит оттуда. То, что сегодня мы увидели здесь, в Аболенске, говорит о чем. Только об одном. Что с мертвой точки процесс благоустройства и улучшения содержания жилого фонда сдвинулся. Очень большой объем работ проведен сегодня, в части ремонта подъездов. Если в том году по району в целом сделали 42 подъезда, то в этом году мы уже вышли на 83 подъезда. То есть практически в два раза. Безусловно, то отставание, которое сложилось в предыдущие годы, нам придется просто сегодня догонять. Коммунальщики района настроены самым серьезным образом. Заверяют, что ни одна жалоба жителей не будет оставлена без должного внимания. И в перспективе бытовые проблемы в поселке будут решены. Музейно-выставочном центре Серпухова сегодня было особенно многолюдно и шумно. На протяжении всего рабочего дня здесь проходили экскурсии для школьников. Ребята собирали конструкторы и изучали основы робототехники. На уникальные выставки конструкторов побывала Инна Шенина. Погружение в мир конструкторов – для детей маленький праздник. Сегодня в музейно-выставочный центр Серпухова пришли пытливые мальчишки и девчонки, будущие инженеры, изобретатели и ученые. Организаторы выставки, сотрудники Ярославского музея занимательных наук и выставочного центра Серпухова не боятся экспериментировать вместе с детьми. Вы знаете, хочется, чтобы иногда все это взрывалось. Экскурсий здесь нет. Мы даем информацию по технике безопасности, как себя вести, что из себя представляют конструкторы, как с ними работать. И потом детей отпускаем в свободное плавание. Мягкие и твердые, гибкие и липкие, с лампочками и светодиодами. Конструкторов на выставке великое множество. Из них можно собрать башни высотой до самого неба. Да и еще много всего интересного. Пытаюсь сконструировать жирафу. Для меня это интересно. Просто хочется все попробовать собрать со всеми деталями, что получится. Развивает умность, мозги, чтобы быть и мне логически. Для меня это все развивается. Я люблю собирать. Для меня это развивает фантазию. Мне это очень нравится, когда мне родители покупали. Мне они очень часто покупают лего. Мы хотим собрать центральный город. Какой-то страны. Мы хотим построить город будущего. На первом этаже музейно-выставочного центра жизнь протекает более спокойно. Основные изменения происходят на розовой стене. Здесь размещает свои картины серпуховская художница Людмила Синяева. Среди них пейзажи, натюрморты и жанровая картина. Все работы написаны за последние два года. На них Серпухов, Александров, Ростов-Великий. Авторам интересно выставлять свои работы, знать мнение профессионалов, слышать отклики обычных зрителей. Розовая стена МВЦ стала довольно популярной. Мы, конечно, стараемся не выделять никого из тех, кто подает заявки. Выставляем всех по возможности. Но некоторым участникам приходится ждать в очереди больше года. Проект этот создан для того, чтобы юные, и не только юные, но все начинающие творцы имели такую возможность выставиться в стенах МВЦ. На днях в музее на выставочном центре Серпухова откроется выставка заслуженного художника России Николая Зудова. В Чехове во дворце спорта Олимпийский прошел детский шахматный фестиваль «Чеховская осень-2018». Соревнование проводилось по швейцарской системе. Восемь туров в трех возрастных группах. Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» завоевали несколько призовых мест. В младшей возрастной группе серебро выиграл Ярослав Игнатенко, в средней – Илья Прасолов. А Антон Шаховцов стал третьим. Еще одно серебро в старшей возрастной группе завоевал Никита Леленков. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте tv-media.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА